всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев это видеоблог и онлайн турагентства георгий почему я затронул тему китайских виз и перемещения поясняю здесь у нас есть глобально с вами два варианта заезда вариант первый это с визой китайской вклеены в паспорт заранее сделаны полученные визовые центром посольства в россии до или по безвизовому списку то есть без визы вообще это если вы прилетели сюда на прямом пас подчеркиваю международным подчеркивать беспосадочным подчеркиваю рейсе например москва санья астана санья новосибирск санья и не знаю австралия санья там за бангкок санья вот но не все такие рейсы особенно сейчас в данный момент ноябре двадцать третьего года из россии ни один рейс не выполняет прямой беспосадочный поэтому в данный момент вы не можете прилететь на хайнань без китайской визы это факт и сейчас в данный момент есть у нас перелеты из астаны и алматы там прямые рейсы тур пакета уже готовы в определенный отель там все пожалуйста надо прийти до алматы там сели в тур и поехали спокойно в данный момент пока нет обещают до конца двадцать третьего года поставить прямой рейсе как только их поставят все автоматически виза китайская потребность не отпадет и мы сможем спокойно вылетать сюда но туром друзья такие вещи будут стоять только туроператоры мало очень крайне маловероятно что 001 процента что эти рейсы поступят свободную продажу как говорится и вы сможете перед да может быть что-то будут там продавать если будет низкая загрузка но в целом на это сильно не рассчитывайте но они могут быть вот в чем я хотел то главную мысль довести по поводу визы и перемещений если вы прилетаете тур пакетом с турфирмой туроператором то вы заселяете какой-то определенный отель и по вам данные передаются миграционную там полицию пограничникам и так далее поэтому связи с этим вы живете здесь и если вы это реальный факт и сам проверял соберетесь и выйдете из-за своего отеля снимите себе как-нибудь другим способом отель и приедете в него вас туда не заселит потому что вы из того отеля не выписаны это что выписаться надо позвонить местно принимающую компанию сказать я здесь жить не буду аннулируйте мне тут они должны как бы вам туда предоставить и дальше вас прописать но скорее всего они будут вам предлагать купить же у них другой отеля у них может быть не быть контракта в общем друзья это по-русски геморрой поэтому чтобы этого геморрой не было и вы хотите попутешествовать поесть побывать в двух-трех местах или как мы говорили перед этим взять машину поездить вы же где-то заходить остановиться они обратно возвращаться каждый день свой отель надо сделать просто китайскую визу прилететь любым удобным способом из китайской визы мы с вами можем сделать любые варианты отели любые маршруты или вы по месту можете здесь уже как бы спокойно пожили выселись вот я сейчас поживу выселяюсь еду в я лунбэй заселяться вопросов вообще никаких нету как и в любой другой стране но если вы по без визу и вы приехали какое-то конкретное место то вот такая вот история если еще подчеркну вы прилетите по без визу на прямом рейсе вы в аэропорту указываете адрес и не вам нужно зарегистрироваться по тому адресу это отель делать самостоятельность это квартира вам нужно идти в полицию вот и всего миграционку регистрироваться обязательно это такой процесс обязательно и тогда дальше выехали выехали опять пошли опять заново то здесь вот такие есть свои нюансы свои такие правила поэтому что касается проживания я очень рад что вы досмотрели мой выпуск до конца не забудьте что я занимаюсь продажей туров онлайн по всей россии договор цифровой подписью чек все как положено делаем подборки отправляем вам то не переживайте никаких там серых с кем денег на карточке и все в этом духе у нас нет все очень прозрачно вы все можете везде проверить включая номер заявки у оператора брони смотрите новые выпуски с вами был павел георгиев это видеоблог онлайн турагентства подкаст увидимся услышимся пока